Продолжение следует... 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 его основных книг, включая, ну, плюс еще «Магические пассы», она тоже в 98-м году вышла, и «Колесо времени». Я, честно говоря, не могу сказать, сколько всего мы издали книг Кастанеды, сколько их ушло, но, наверное, это были миллионы, наверное, это были миллионы книг. За эту цифру я ручаюсь. Это было очень странно, и для меня до сих пор непонятно, куда уходило вот такое огромное количество книг Кастанеды. Но в каждом книжном магазине, на каждом книжном развале всегда должны были быть эти книги, они там были. Если говорить о нашем бизнесе, опять же, это проходило примерно так. На Олимпийский, вы помните, если кто-то помнит, что это был такой центр торговли книжной в Москве, приходил КамАЗ с мажайской типографией, полный книгами Кастанеды, каким-то очередным томом. Я стоял там на пандусе возле этого КамАЗа, и подъезжали машины, и мы прямо из КамАЗа разгружали эти книги в другие машины. А я, значит, собирал, стоял с сумкой такой деньги за книжки. И вот один такой КамАЗ стоил где-то 40-50 тысяч долларов. С одного КамАЗа. Я просто хочу сказать, что, если кто не помнит, вот квартира на Кутузовском тогда стоила где-то 1025-30 долларов. Ну, то есть, вот, так сказать, вот такой был бизнес. Но самое интересное, что мы по-прежнему не воспринимали это как некий бизнес. Понимаете, на самом деле все эти деньги, они уходили в какие-то новые книжки в основном. Вот в издание миров Карлоса Кастанеды, в Гома, в Шмакова, в Рамдаса, в Джона Лили, в Ричарда Баха. И, на самом деле, это было счастливое время, потому что для Софии Кастанеда давал возможность свободы выбора. Понимаете, возможность издавать то, что нам нравилось. Издавать те книги, которыми мы хотели поделиться с нашими читателями. Это было счастливое время, спасибо Кастанеде. Потом его когда-то на каком-то этапе заменил книги Каэли, которые тоже дали возможность нам издавать то, что мы хотим. Что бы мне хотелось сказать? Конечно, первые книги, насколько я знаю, сам издатовские, появились в 1972 году. Вот мне говорили, что первая книга на русском языке, учение Дона Хуана. То есть спустя четыре года после появления на английском были и другие переводы. Есть и было очень интересное мифовское издание с переводами Василия Максимова, с подредактурой Виктора Олеговича Пелевина, с обложками Сергея Даракамболя. Если кто-то помнит или кому-то попадались такие три небольших или четыре брошюрки. И, собственно говоря, очень много было критики относительно переводов Софии. И, наверное, может быть, эта критика небезосновательна, и, может быть, даже настало время перевести Кастанеду как-то более внятно, по-новому, с каким-то нашим современным пониманием. Но я сейчас хочу сказать большое спасибо, наверное, вместе с вами, тем первым переводчикам Кастанеды, которые, начиная с сам издатовских переводчиков, и Софийским переводчикам, потому что и Максим Добровольский, и Инна Старых, и Юра Смирнов, и Андрей Сидерский, и Андрей Костенко, и многие другие, это были люди не просто, которые переводили, они не были профессиональными переводчиками. Но это, безусловно, были люди, которые стояли на пути, которые так или иначе примиряли на себя путь воина. Они были, они жили в этом потоке, и для них это было, и для меня тогда, и для нас всех, это тогда было определенной частью нашей жизни. За Кастанеды в Софию пришли очень интересные люди. Мы познакомились с Алексеем Ксензюком, и книги которого я очень ценю, и дружбой которого я очень ценю. Мы сейчас с ним делаем еще один новый проект, вот вместе с Олегом Бахтияровым. Книжки выходят в нашем издательстве «Постум», где Алексей является главным редактором. Так что жизнь Кастанедовская продолжается. Вообще, с книгами Кастанеды были связаны довольно много всяких мистических историй, если так вспоминать, что с ними было связано, потому что были какие-то и рейды госнаркоконтроля по изыманию этих книг, были какие-то совершенно мистические пропажи тиражей. Но вот мне тут вчерашний пожар в библиотеке, вот в этой вот, на профсоюзной, напомнил такой случай. Была такая компания «Топ-книга», она была крупнейшая в России по дистрибуции книг, и она загружала целые такие составы книг из Москвы, которые ехали в Новосибирск, где у них была штаб-квартира. И вот где-то в начале 2000-х этот состав, он сошел с рельс, и там образовался пожар довольно сильный. Загорелись все эти контейнеры с книгами, их стали заливать водой, и дня через три мне позвонил Гера, это директор, владелец Топ-книги, и сказал в абсолютном изумлении. Ты представляешь, вот все, все книги погибли, кроме тиража Кастанеды. Он не только не сгорел, но он еще и сухой к тому же. Как это произошло, я не знаю, но это был абсолютный атеист, так сказать, агностик Гера, и он вот с таким мистическим каким-то трепетом ждал от меня какого-то объяснения, значит, вот такого, что вот ты видишь Гера, вот ты знаешь, с кем ты имеешь дело. Итак, я хотел бы сейчас, может быть, в двух словах сказать еще об одной интересной и мистической, может быть, истории, касающейся смерти Кастанеды и его ухода, вернее сказать. Это был 98-й год, и я хорошо помню тот день, это было 18 июня, когда я в новостях НТВ услышал, что вот 25-го, 25-го или 27-го апреля 98-го года в Лос-Анджелесе ушел из жизни Карлос Кастанеды. А сообщили об этом 18-го июня, и в общем, это довольно было странно, потому что надо понимать, что все-таки Кастанеда был абсолютно публичной фигурой, и был постоянно под вниманием прессы, как бы он не закрывался, его всегда, так сказать, как-то так вели. И такой большой разбег по датам относительно его, якобы реальной смерти и сообщения о нем, был очень странным. Но самое интересное было то, что где-то через неделю я получил по почте Диасчеловский конверт с очередным контрактом, который мы подписывали на книгу «Магические пассы». И там вот напротив моей подписи с датой стояла подпись Кастанеды с датой. Дата была следующая – 05-е, 05-е, 98-е. Я вот до сих пор сохранил копию этого контракта, ну, я не знаю, чья это подпись. Значит, соответственно, получается, что подписал он этот контракт через неделю после своей смерти. Я во Франкфурте встречался с агентом Кастанеды, Трейси Крэмер, и спросил ее, говорю, вот, а как это может быть? Вот мы получили этот контракт через неделю после его смерти, там стоит дата. Она так вздохнула многозначительно и сказала, да, говорит, Кастанеда растаял, как туман. Вот она знала его лично, естественно. Вот где он, куда он растаял, конечно, может быть, действительно растаял. Потому что вы сами знаете, что не было никаких съемок, не было никаких официальных похорон и так далее, и так далее. Но вот где-то уже в начале 2000-х ко мне в издательство пришел такой солидный человек, представившийся корреспондентом литературной газеты в Мехико, в Мексике. И сказал, что он знает Карлоса Кастанеду, что он с ним встречается, что они вместе сидят и так далее, что Карлос Кастанед на самом деле жив и здоров, и это детективная история, почему-то ему надо было вот так умереть, потом, значит, воскреснуть, что он написал новые семь книг, и вот он очень хочет, чтобы эти книги были изданы. И одну из этих книг он принес, в общем, к изданию. Она уже была переведена, якобы, с испанского. Человек очень выглядел солидно и говорил очень уверенно. Вот в доказательстве своих слов он меня приглашал в Мехико с ним познакомиться с Кастанедой. Но я как-то, так сказать, с самого начала не очень в это поверил, а когда открыл эту рукопись и начал читать, то не поверил в это окончательно. Это, конечно, был кто угодно, но не Кастанеда. Но, кстати, эта книжка вышла, я не знаю, читали ли вы ее, под названием «Отшельник». Там стоит имя Карлоса Кастанеды, но, по-моему, она была единственная из семи, которая появилась из заявленных семи. Что бы я хотел сказать еще, ну, вы знаете, кто бы ни был Карлос Кастанеда и какими бы ни были обстоятельства в его жизни, был ли Дон Хуан реальной личностью или он был придуман им. Кастанеда, конечно, вошел для России, по крайней мере, в список тех имен величайших мистиков наравне с Блаватской, с Рерихом, с Гурджиевым. Собственно говоря, обстоятельства жизни которых нам тоже малоизвестны, и встречи с их учителями, они тоже, в общем-то, как-то могут быть оспариваемы. Дело не в этом, дело в том, что действительно Дон Хуан сдвинул нашу точку сборки через Кастанеду. И, безусловно, Кастанеда является и через книги нашим учителем, моим, по крайней мере, уж точно одним из моих учителей. Поэтому я очень благодарен ему, благодарен тому периоду моей жизни, который позволял мне как-то участвовать в издании его книг. И я надеюсь, что все-таки книги Кастанеды, они прочным образом будут занимать какое-то свое место в нашей жизни, в нашей мировоззрении. Наверное, это будет так. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ